Деревянный домик с резными ставнями в начале лета, утопающий в сирене, одна из визитных карточек Солодчи. И узнать его можно издалека по огромному 20-метровому дубу-великану. С октября прошлого года дуб черешчатый, что растет возле дома-музея Ивана Пожалостина, стал памятником природы всероссийского значения. Дуб черешчатый входит в общий ансамбль дома-музея Ивана Петровича Пожалостина. Выдающийся мастер классической граверной школы построил на этом месте дом в 1880 году. Предполагалось, что в это же время возле дома посадили дуб. Однако лаборатория Центра древесных экспертиз установила точный возраст дерева. Ему 117 лет. Дуб этот был посажен Иван Петровичем Пожалостиным в то время, когда он уже из Санкт-Петербурга вернулся в Солодчу, в Рязань и последние годы жизни провел здесь в усадьбе. Именно в это время как раз он стал на территории нашей усадьбы и стал таким могущественным не только в смысле усадебным, но и украшением всей Солодчи. Дуб черешчатый в Солодче стал пятым деревом Рязанской области, включенным в национальный природный реестр и вторым памятником природы всероссийского значения на территории региона. Наряду с тополем серебристым в Константиновском музее-заповеднике, который, по некоторым данным, посажен Сергеем Есениным. 25 октября 2019 года произошла торжественная такая презентация нашего дуба. И нашей области, Рязанской области, был вручен сертификат о том, что дуб черешчатый на территории усадьбы Ивана Петровича Пожалуйстано внесен, уже охраняется государством и в национальном реестре будет стоять как памятник живой природы. Диагностику состояния дуба, необходимую для принятия решения о присвоении ему статуса дерево-памятник живой природы, специалисты Центра древесных экспертиз из Москвы провели еще в 2016 году. В ходе изучения дуба у дома-музея Пожалуйстано были установлены его GPS-координаты, определены диаметр 110 см и высота 23 метра. После чего эксперты визуально оценили состояние ствола, корневой системы и кроны дуба, а затем провели инструментальную диагностику внутреннего состояния ствола для определения в нем наличия гнили. Завершающим этапом работы стал отбор образцов древесины. Их изучали в специальной лаборатории Центра для определения точного возраста дерева. Наряду с этим дубом исследовались также два уникальных дерева в ЦПК ИО, но они в список памятников природы не попали.